ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В ночь на среду Кремль атаковали два беспилотника. Украина свою причастность к этой атаке отрицает. Украина надеется на поставки странами НАТО современных боевых самолетов. ЕС обещает предоставить ВСУ не менее миллиона снарядов в течение ближайших 12 месяцев. В России возбуждено первое уголовное дело по факту постановки драматического спектакля. Также сегодня. Каждый трюк «Звездных войн» не только разворачивает действие, но и задерживает его. Эта двойная игра бесперебойно демонстрирует свои преимущества на всем пространстве сегодняшнего мифостроительного кино от «Властелина колец» до «Ночного дозора». 4 мая. День «Звездных войн». Все по-прежнему обсуждают в первую очередь атаку беспилотников на Кремль. Но я начну с хроники войны в Украине. Это по-прежнему часто очень страшные цифры. В Херсоне и в Херсонской области число погибших в результате вчерашних обстрелов со стороны России выросло до 23 человек. Более 45 получили ранения. Россия атаковала Украину 24 дронами. 18 из них были сбиты. Об этом сообщает командование ВВС Украины. В Одессе российские беспилотники атаковали общежития. Там вспыхнул пожар. Погибших нет. Под обстрелом минувшей ночью были Сумска и Черниговская области. Там есть погибшие и раненые. Военные эксперты предполагают, что для бомбежек российские военные использовали управляемые авиабомбы. Из-за российского ракетного удара в Краматорске это в Донецкой области повреждены детский сад, 15 частных домов и колледж. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко. В России несколько объектов тоже подверглись атаке беспилотников. Крупный пожар вспыхнул на этот раз на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае. Еще одно возгорание зафиксировано на нефтебазе в Ростовской области. Есть также множество сообщений, подтвержденных и неподтвержденных о появлении неопознанных беспилотников в российском воздушном пространстве. И теперь о последствиях атаки дронов на Кремль в ночь со 2 на 3 мая. От имени официального Киева на эту атаку немедленно отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он отверг причастность Украины к этим событиям и предположил, что Россия сама готовит крупный теракт. Что касается дронов над Кремлем, все достаточно прозрачно и понятно, но я все-таки это проговорю. Во-первых, безусловно, Украина не имеет к этому никакого отношения, потому что никакой военной ценности в таких действиях нет. И во-вторых, нам, безусловно, очень важно уничтожать все российские объекты на оккупированных территориях, чтобы ускорить деоккупацию этих территорий. В этом есть стратегический замысел, стратегические цели и стратегический смысл. Все остальное, и это в-третьих, все остальное будет трактоваться Российской Федерации как террористические акты, которыми Российская Федерация будет оправдывать собственные масштабные террористические удары по гражданскому населению, по гражданской инфраструктуре в Украине. И поэтому в-четвертых, нужно зафиксировать сразу два странных события, которые произошли сегодня. Первое – задержание якобы украинских диверсантов в Крыму, которые должны были совершать террористические акты. И дроны над Кремлем. Все это говорит о подготовке России определенного информационного фона. Определенного фона для оправдания своих масштабных террористических действий. Поэтому давайте смотреть на то, что будет делать Россия. У Украины, еще раз подчеркну, точно нет такой цели, как атака дронами по Кремлю. Это был советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Кремль ожидаемо обвинил в случившемся именно Украину и пообещал ответные меры. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев действовал по указке Вашингтона. Все эти заявления были вполне предсказуемыми, так что наибольший интерес представляет, на мой взгляд, ответ Пескова на вопрос, почему он не упомянул об атаке на Кремль во время вчерашнего пресс-кола, хотя к тому времени уже хорошо об этой атаке знал. Этот вопрос задал корреспондент BBC в Москве Стив Розенберг. Ну, вчера проходил еще в это время, когда мы с вами говорили, оперативная оценка и специальными службами и так далее. Поэтому, собственно, мы приняли решение потом отдельно выпустить сообщение. Я, собственно, знаю от наших хозяйственных служб, там опалено два медных листа, которые покрывают вот этот кукол. Эти два медных листа будут, если уже не заменены, это я точно не знаю, но будут там или сегодня, или завтра заменены, и все будет как новое. Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, ну а представитель Комитета национальной безопасности США Джон Кирби сегодня назвал прозвучавшие из Кремля обвинения в адрес Вашингтона смехотворными, подчеркнув, что эти обвинения никак не подтверждены доказательствами. Я хочу поблагодарить всех подписчиков телеграм-канала «Время свободы», ответивших на вопрос, допускают ли они, что за атакой дронов на Кремль стоит официальный Киев. Ответы были разные. Одни считают, что Украине это совершенно невыгодно, и что произошедшая провокация российских спецслужб. Другие причастность Киева считают вполне вероятной, отмечают, что Украина на такие атаки имеет полное право. Третьи предполагают, что действовали партизанские группы внутри России. Такая смешанная реакция отражает в целом общую общественную реакцию на случившееся. В версиях недостатка нет. Кто-то предполагает, что это была постановка, были споры о количестве атаковавших Кремль дронов. Аутентичность появившихся видео тоже нуждалась в проверке, но атака была снята с самых разных ракурсов, так что подделка практически исключается. Мой коллега по русской службе радио «Свобода», журналист-расследователь Марк Крутов вчера и сегодня анализировал появившиеся в открытых источниках материалы, касающиеся этих событий. Я пригласил Марка в студию и попросил рассказать, каким выводом он пришел, о чем можно говорить с уверенностью, а о чем нет. Марк, вы занимаетесь тем, что анализируете данные из открытых, в первую очередь, источников. Версий случившегося, безусловно, очень много. Какой из них вы склоняетесь и какие аргументы в пользу этой версии вы можете привести? Тут действительно нету недостатка в открытых источниках, потому что Кремль, как мы знаем, это место, окруженное камерами буквально со всех сторон, и видеозаписи с этих камер начали появляться. Вчера днем их много, можно насчитать как минимум пять штук, несколько из них были опубликованы в районной группе. Еще ночью, когда произошел этот удар, остальные стали появляться позже. И по этим видео можно с уверенностью говорить о том, что дронов действительно было два, как говорят и российские власти, потому что на видео, в частности, которые были опубликованы телеканалом ТВ-центр, попали оба из них. И о том, что это разные беспилотники, говорят, часы на Спасской башне, которые показывают разное время, совпадающее абсолютно с тем, что звучит в официальных источниках, значит, первый дрон летел в районе двух часов двадцати семи минут утра, а следующий в районе двух часов сорока трех минут. И на двух видео видно, что стрелки находятся в разном положении. Более того, мы видим, что два этих удара отличаются по своим последствиям. Первый беспилотник взорвался над куполом, и его обломки, может быть, топливо частично еще какое-то время продолжало там гореть. Это горение попало еще на одно видео очевидцев. А второй беспилотник взорвался над куполом и упал на территории Кремля, горение не вызов. Это как раз тот беспилотник, который попал на видео, где двое людей, предположительно сотрудников ФСО, карабкаются на купол Сенатского дворца, как я полагаю, для того, чтобы оценить, что произошло после взрыва первого дрона. Таким образом, мы можем со стопроцентной уверенностью утверждать, что действительно беспилотников было два. Но это не самое интересное. Интересно, что на этих видео видно и траектория подлета этих дронов к куполу Сенатского дворца, и видно, что они летели с абсолютно разных сторон. Если первый дрон прилетел со стороны Москворецкого моста, то второй дрон прилетел с противоположной стороны. Это любопытные обстоятельства. Тут, может быть, несколько объяснений, почему так произошло. Если это действительно украинская атака, то, возможно, чтобы обмануть российские системы ПВО, которыми, как мы знаем, Москва сейчас насыщена, панцири ставили даже на крышу Министерства обороны, может быть, с какой-то другой целью. Таким образом, я не могу, естественно, утверждать однозначно, что это не было операцией под ложным флагом, как ее называют калькой с английского или постановкой ФСБ, но мне это кажется маловероятным. Для чего могла быть нужна такая постановка с использованием сразу двух дронов, а ни одного, это не ясно. Более того, как отметило издание «Медуза», посмотрев вчера вечерние выпуски новостей, эта тема крайне скромно освещалась в российских СМИ без показа видео, потому что, наверное, эти видео, чем бы они ни были, выглядят довольно унизительно для Кремля. И это тоже не стыкуется с теорией о постановке. Если бы это была постановка в пропагандистских целях, ей бы, вероятно, было уделено более значительное внимание на федеральных российских телеканалах. Но если это была постановка, то надо ответить на вопрос, какой был ее смысл. Вот Институт изучения войны, например, считает, что это было сделано для того, чтобы сплотить людей вокруг войны и подготовить их к возможности отмены парада Победы на Красной площади 9 мая. Ну, мне уж в таком случае бы казалось, что более логичным было бы показать западным партнерам Украины, что она нарушает свои данные западу обещания не наносить удары в глубине российской территории. Возможно. Но, повторюсь, открытые данные, которые мы все видим, свидетельствуют о том, что дронов было два. Для постановки мне это кажется избыточным. И я склоняюсь к версии о том, что атака была реальной. В то же время сложно пока сказать, была ли она нанесена с территории Украины, были запущены эти дроны, или, что более, наверное, вероятно, где-то с территории России какой-то диверсионной группой. На эти вопросы пока из открытых источников ответ получить сложно. Ну, а почему системы ПВО пропустили такие беспилотники? Никакая система ПВО не идеальна. Система ПВО имеет очень ограниченный радиус действия. Они очень чувствительны к препятствиям. Именно поэтому вот эти панцири, которые заметили несколько месяцев назад в Москве, пытались поднять повыше. Их устанавливали на крышах зданий, на Петровке-38, на здании Министерства обороны. Это отчасти решает проблему с обнаружением, но, вероятно, не полностью ее решает. В общем, никакое ПВО не защищает на 100%. Мы можем об этом судить даже по продолжающимся российским ракетным обстрелам территории Украины и Киева. Большинство дронов иранских и ракет сбиваются, но не все. На ваш взгляд, куда были направлены эти беспилотники? Мы все видели, что удар пришелся на купол. Как вы считаете, этими беспилотниками, те, кто их посылал, хотели сбить вот этот российский флаг, который стоит на этом куполе? Или какая задача, на ваш взгляд? Я не знаю, хотели они сбить флаг или вызвать какие-то разрушения, чтобы их потом показали красивые картинки по телевизору. Но если это была реальная атака Украины или украинских диверсантов, то тут важно, что это просто символический такой жест, такой сигнал Владимиру Путину, что он не может себя чувствовать безопасно даже в центре собственной столицы. Символический, потому что именно в Сенатском дворце находится его рабочий кабинет, как известно. Ну, а уж получится там сбить флаг или просто сделать красивое возгорание, чтобы его показали по всем российским телеканалам, чего, еще раз замечу, не было сделано вчера, эти видео не показали нигде. Это уже можно только догадываться. Моим собеседником был журналист русской службы радиосвобода Марк Крутов. Российские пропагандисты отреагировали на атаку по Кремлю, тоже ожидаемо истерически, вновь вспомнили о так называемых красных линиях, требовали ударов по резиденции Владимира Зеленского в Киеве и так далее. Но, разумеется, не обошлось и без угрозы применения ядерного оружия. Своё заявление сделал по этому поводу оправившийся недавно от ранения в ягодицу бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Вот эти его слова. В целом надо сказать, что в соответствии с нашей доктриной мы имеем полное право на применение тактического ядерного оружия, потому что, как раз, оно для этого и существует, этот великий уравнитель, для того момента, когда явное будет несоответствие в силах и средствах обычных вооружений в пользу противника. Поэтому он и лучшим методом для того, чтобы разрушить его наступление, применить Тяо с понятными, конечно, последствиями, но другого варианта, мне кажется, для сегодняшнего момента и нет. Говорил бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Примечательная реакция владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он потребовал отправить на дыбу того, кто отвечает за борьбу с беспилотниками, а по поводу ядерного оружия выразился так. «Мы выглядим как клоуны, которые грозятся ядреной бомбой на детский беспилотник». А издание «База» сообщило со ссылкой на свои неназванные источники, что атаковавшие Кремль беспилотники были замечены задолго до подлета к Москве, причем жителями Московской области. Однако областные ведомства и экстренные службы изначально решили, что сообщение людей о беспилотниках — очередной эпизод истерии с дронами. Однако, когда беспилотники перелетели МКАД, стало ясно, что это совсем не ложный вызов. Беспилотники летели к центру города, силовики стали докладывать наверх, но, цитата, «из-за позднего времени и майских праздников должной моментальной реакции не последовало». Конец цитаты. При этом счет уже шел на минуты. В итоге беспилотники успешно долетели до Кремля с разницей в 16 минут. Об этом рассказал источник телеграм-канала «База». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 4 мая. Темой этого выпуска представляю я, Андрей Широградский. В общем-то, уже с большой долей вероятности можно предполагать, что атаки украинских беспилотников по оккупированной территории Украины и по объектам в России – часть плана наступления ВСУ. И тут, конечно, гораздо важнее атаки на Кремль – уничтожение хранилищ, поставляющих топливо для российской армии и флота. Украина просит страны Запада предоставить ей современные боевые самолеты. Об этом говорил вчера и президент страны Владимир Зеленский во время своего визита в Финляндию. Правда, президент, только что вступивший в НАТО и соседствующий с Россией и Финляндией Саули Нистю, сказал на совместной с Зеленским пресс-конференции, что его страна не может предложить Украине свои самолеты, поскольку в нынешней ситуации нуждается в них сама. Вот фрагмент этой пресс-конференции. Я уверен, что скоро мы получим истребители, потому что скоро мы проведем контрнаступление, и после этого, я уверен, мы получим самолеты. Я хотел бы, чтобы порядок был обратным, это было бы легче для нас, но мы имеем то, что имеем, и мы благодарны всему. Нам нужна сильная защита, поэтому мы не можем передать самолеты Хорнец, пока не получим новые. И, к сожалению, говоря с практической точки зрения, Хорнец закончились. Но нам нравятся ваши самолеты. Просто, чтобы вы знали, мистер президент. Да, они хорошие, и я надеюсь, все знают это. Ваши соседи знают. Это был фрагмент совместной пресс-конференции президентов Финляндии и Украины Саули Нистио и Владимира Зеленского. Зато европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон пообещал, что в течение ближайших 12 месяцев страны ЕС предоставят вооруженным силам Украины не менее миллиона артиллерийских снарядов. Хотя раньше звучали сомнения в том, что Европейский Союз действительно в состоянии это сделать. В течение последних трех недель я лично ездил и мониторил возможности нашей оборонной промышленности. И я уверен, что мы сможем повысить производительность нашей индустрии, чтобы произвести как минимум один миллион снарядов в Европе для Украины. Это то, что мы можем сделать, и что мы сделаем. И это я говорю о минимуме. Я видел планы по производству на 2-3 года. Моя задача была в том, чтобы посмотреть, сможет ли наша индустрия ускориться и уложиться в один год. И я вижу, что мы можем это сделать. И если понадобится, мы сможем сделать больше. Главное, что у нас есть эти возможности в Европе. Говорил европейский комиссар по внутреннему рынку Тирий Бретон. Не могу не признать, что с распространением важных новостей происходят иногда странные вещи. Видео атаки беспилотников на Кремль было, как я уже отмечал, размещено еще в ночь со вторника на среду, пусть и не в самом известном телеграм-канале, но комментарий Кремля появился только около 14 часов в среду. Ну, почему так произошло, Дмитрий Песков сегодня, впрочем, объяснил. С 26 по 1 мая практически незамеченным оставался тот факт, что Китай впервые проголосовал в ООН за резолюцию, в которой Россия названа агрессором. Резолюция не была посвящена войне в Украине. Речь в ней шла о взаимоотношениях ООН и Европейского Союза, но факт остается фактом. Напомню, что совсем недавно состоялся телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Один из известных российских пропагандистов, Сергей Мардан, очень обиделся тогда за Владимира Путина и обвинил Си в том, что тот украл у российского президента целых три рабочих дня. Но было у Мардана и другое высказывание по поводу Китая, в котором он вольно или невольно нарисовал возможные последствия нынешней путинской политики по восстановлению Российской империи. Вот лучше бы в наших интересах было бы, чтобы Китай и дальше толдычил свою песню про организацию объединенных наций, про международное законодательство. Потому что как только китайцы всерьез начнут вспоминать регулярно про какие-то исторические права, но считайте, что нам на дальневосточных границах снова, как и в 70-е годы, придется разворачивать полуторамиллионную армию. По одной простой причине. Посмотрите краткую историческую справку, как Россия приросла при Амурьем. Вообще, как Дальний Восток появился в составе Российской империи. Вас ждет много увлекательного и интересного. Это был фрагмент выступления российского пропагандиста Сергея Мордана. Новости культуры из России опять выглядят дико. Впервые в стране возбуждено уголовное дело по факту постановки драматического спектакля. Пока вокруг этого дела много неясного, так что перечислю то, что известно на момент записи этого выпуска «Времени свободы». Речь, предположительно, идет о документальном спектакле «Финист Ясный сокол», о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль этот, кстати, получил в прошлом году премии «Золотая маска» в номинациях «Лучшая работа драматурга» и «Лучшая работа художника по костюмам». Он также претендовал на премию в номинациях «Лучший спектакль малой формы» и «Лучшая работа режиссера». Авторка пьесы Светлана Петричук и режиссерка Женя Беркович сегодня были задержаны и доставлены для допроса в следственные органы. Их статус пока непонятен. Я намеренно употребляю феминитивы, поскольку обе они просят называть их именно так. По данным издания ОВД-инфо, дело возбуждено по факту преступления по статье об оправдании терроризма. В квартире в Петербурге, где живут родители Жени Беркович и ее бабушка, 88-летняя писательница Нина Катерли, сегодня утром был проведен обыск, сообщается об изъятии компьютеров. Мы еще в 2019 году рассказывали о пьесе Светланы Петричук, которую Женя Беркович тогда еще готовилась вставить. Пьеса «Финист Ясный сокол» — это протоколы допросов, смонтированные с инструкциями для новообращенных мусульманок. Монологи о том, что могло привести девушек в Сирию на территорию исламского государства. Вот фрагмент читки этой пьесы. Дома не мужики, а перекати поле. Никаких убеждений, одни полумеры. «Финист» представляет собой мужской идеал, который крайне сложно найти в современном западном обществе. Образ сильного, бесстрашного мужчины, готового убивать и умирать ради своих идеалов. В аэропорту я взяла такси, дала водителю номер, который мне на WhatsApp прислали, пока я летела. Таксист на него позвонил, ему объяснили, куда ехать. Он сначала не хотел, но там денег пообещали прилично. Пока он меня вез, я отправила маме СМС, чтобы она не забыла погулять с собакой. Меня встретил у подъезда один чеченец, сумку не взял, сама из багажника достала. Таксист уехал очень быстро, по-моему, даже денег не попросил. Чеченец брат сказал, что я теперь со своими их завел в квартиру. За дверью было много обуви, а в квартире полная тишина стояла. Диваны были продавлены, жарко, а вентилятором пользоваться нельзя. Пахло горохом и стиранным бельем. В квартире было шесть женщин, многие с детьми. Из России, из Казахстана и Азербайджана еще. Мне сказали выбросить сим-карту и не выходить в интернет. Покидать квартиру запрещалось. Одна девочка из Баку все время плакала, и мне тоже очень хотелось плакать, но я боялась, что Финисту кто-нибудь расскажет. Спать легли на полу. Все женщины в одной комнате и дети посередине. Мне снилось, что я в универе на паре по философии. Это был фрагмент читки пьесы Светланы Петричук «Финист Ясный сокол». Пока остается только гадать, почему дело по поводу довольно давно поставленного спектакля, тем более получившего премии, было возбуждено именно сейчас. Но лишь скажу, что власти могли раздражать не только постановка пьесы «Финист Ясный сокол» и сотрудничество Жени Беркович с живущим сейчас за границей режиссером Кириллом Серебренниковым. Беркович написала стихи о войне в Украине. Некоторые из них звучали в проекте телеканала «Дождь. Уроки русского» в исполнении осудившего войну известного российского актера Анатолия Белого. Вот короткий фрагмент одного из этих стихотворений. То ли новостей перебрал, то ли вина в обед, Только ночью к Сергею пришел его воевавший дед. Сел на киевскую табуретку, спиной заслоняя двор за окном. У меня, говорит к тебе, Сереженька, разговор. Не мог бы ты, дорогой мой, любимый внук, Никогда ничего не писать обо мне в фейсбук. Ни в каком контексте, ни с буквой «З», ни без буквы «З». Просто возьми и не делай этого, просит дед. Никаких побед моим именем, вообще никаких побед. Так же, он продолжает, я был бы рад, если бы ты не носил меня на парад. Я прошу тебя очень, и делай так рукой. Мне не нужен полк, ни бессмертный, ни смертный, Сереженька, никакой. Отпусти меня на покой, Сережа, я заслужил покой. Это был фрагмент стихотворения Жени Беркович. В рамках проекта телеканала «Дождь. Уроки русского» его читал актер Анатолий Белый. Ну и последняя сегодня тема все-таки не военная. Сегодня 4 мая, особый день для тех, кто любит произносить фразу «May force be with you». Речь, конечно, о поклонниках саги «Звездные войны». Но для тех, кто не знает, я, кстати, заранее прошу прощения за свое произношение. В английском языке «May fourth» — «4 мая» и «May force» — «Да прибудет с тобой сила» в английском языке фонетически звучат практически идентично. Так что на 4 мая часто назначаются премьеры очередных частей этой саги, но даже если такой премьеры нет, это все равно праздник для тех, кто любит «Звездные войны». И для них сегодня рассказ Александра Генниса о режиссере «Звездных войн» Джорджа Лукасе. Архивная запись 2005 года. Лукаса в Голливуде зовут футуристом. И есть за что. Он дальше всех продвинул кинематографическую технику, создал настоящую индустрию спецэффектов и подарил кино объемное звучание, превратив зрительский зал в аквариум звука. Главное, однако, его заслуга в том, что он нашел технологии новое место в раскладе. Первая заповедь Лукаса звучит так. Спецэффекты скучны вне сюжета. Они инструмент рассказчика, позволяющий добиться максимальной драматургической интенсивности. Это признание раскрывает в Лукасе нутро формалиста. Спецэффекты для него тоже, что парад аттракциона Уизенштейна или саспенс у Хичкока. Поэтому каждый трюк «Звездных войн» не только разворачивает действие, но и задерживает его. Эта двойная игра бесперебойно демонстрирует свои преимущества на всем пространстве сегодняшнего мифостроительного кино от «Властелина колец» до «Ночного дозора». Тем важнее вспомнить, что у истока этой неотразимой парадигмы стоят «Звездные войны». Лукас первым в споре со всем Голливудом сумел доказать, что технический прогресс отрывает кино от психологического жанра, чтобы вернуть зрителя к эпической традиции. Как гомер, такое кино знает лишь один способ изображения — фронтальный. Существует только то, что показано, и все, что показано, важно. Поэтому, задав общую ситуацию, сюжет уходит в подробности. Каждая из них, как щит Ахилла, разворачивается в самостоятельную и увлекательную панораму. Освоив архаическую наррацию, Лукас создал способ повествования, идеально вписывающийся в компьютерную вселенную. Почти любой кадр в его фильмах напоминает окошко в мониторе. Стоит по нему щекнуть, как оно раскрывается, чтобы впустить нас в новый, нисколько не похожий на предыдущий мир. Начиненные друг другом сцены бегут по экрану вдоль сюжета. Мерное, словно прибой чередования визуальных приключений, качает зрителя, как щепку на волнах, позволяя автору «Звездных войн» уже треть века, 77-го года, оттягивать развязку. Что надо признать только на руку той истории, которую рассказывает эта космическая опера. Война добра со злом может завершиться победой лишь тогда, когда миф становится религией, а кино – пропагандой. Александр Геннис о режиссере саги «Звездные войны» Джорджи Лукаси. Это архивная запись 2005 года. Сегодня, 4 мая, день «Звездных войн». Послушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Широградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.